Я не знаю, это оговорка по Фрейду была или что. Отец меня никогда не ругал практически. Ну, было потом постарше, я расскажу, один удар был от него, ну, можно сказать, пощечина. Он тогда просто очень сильно перепугался за мою жизнь. Вот, отец меня, надеюсь, что любил, но во всяком случае, вот это чувство заботы, проявления такое. Он записки такие маме писал, но я думаю, скорее всего, у меня отец был все-таки нарцисс. А нарциссы же неплохо чувствуют свои чувства и то, что другие чувствуют. Может, поэтому и потом алкоголь появился в его жизни, после того, как закончилась игра в группе инструментальной, да. На пьянках только он брал гитару, ее разбил, но об этом позже. Самое главное, что я хочу сказать, вот с тех пор, подвести еще раз к этому. Соседи у нас, представляете, как все громко слушают и включают. Что я с тех пор поняла, что моя жизнь будет или в моих руках. Вообще, женщинам никому нельзя доверять с тех пор. Я вообще, вот, у меня вот лучшее, у меня мало, в общем, очень подруг. Но все равно я на 100% им не доверяю. Как мне даже одна подружка сказала однажды. Ты знаешь, когда вы встречались со своим мужем, ну, с будущим, я, говорит, пыталась его соблазнить. Ты, говорит, этого даже не заметила. Он, говорит, вообще не повелся. Причем я об этом ее даже не просила. И она была на тот момент замужем, по-моему, уже ребенка родила. Ну, то есть, представляете, я вот так никогда бы не поступила. Ну, нормально, да? Вообще как-то оригинально. В общем, я не верю ни одной женщине. Единственное доверие у меня сейчас к моему мужу, вот это единственное, ну, и к моим детям. Это сыну и дочке. Это вот моя семья, такой узкий круг, которым я доверяю, которые знают все мои тайны. Вот к чему меня привело вот это в 3-4 года, вот такое заболевание, от которого вот спас меня, можно сказать, только отец. Все всем любви, разума. И все равно доверяйте, конечно, без доверия сложно жить, но выбирайте, кому доверять в этой жизни. Не каждому человеку и не все, можно сказать. Даже вроде бы, как бы, какой-то там подруге, да? Каким-то там друзьям. Все. Надеюсь, вам понравились такого формата видео. Сейчас еще кое о чем сниму. Переоденусь, мне уже жарко, душно дома. Я почему-то сегодня с улицы согреться не могла. Так, и что еще, что еще. Следующее видео у меня будет разработано со временем марафон. Сейчас просто как реклама марафона и информации немножко дам. Антипсихоз. С CLASS puzzle. С CLASS.